В молодёжном театре прошла битва молодых. Так называется первая в истории региона ток-шоу, на котором активисты вузов, молодёжных парламента и правительства представили свои проекты. Темы самые разнообразные – краеведческие, общественные, культурные и научные. Команды провели презентации и даже сыграли в интеллектуальную игру. Как мне говорили организаторы ранее, это не будет прямой контекст того, что мы будем рассказывать аннотацию проекта. А нам будут задавать вопросы, мы будем отвечать, а вот другие команды будут отгадывать, собственно, что таит с собой проект и что, в принципе, там есть. С ребятами встретился и губернатор. Участники пообщались с главой региона в неформальной обстановке, рассказали подробнее о своих целях и планах. Одна из команд обратилась к Сергею Ивановичу с просьбой познакомить их с лучшими атишниками региона. Вопрос решили на месте. Губернатор поделился ценными контактами. Не стоит забывать, что участие в битве молодых может принести не только новые связи, но и призы. Также у нас будет победитель по баллам, потому что все-таки это игра. Это не по проектам, это будет игра, в принципе, на логику молодых людей. Он получит сертификат в образовательный центр «Смарт». Они могут три дня, можно так сказать, бесплатно провести и проводить какие-то различные тренинги и интерактивы. Самым ценным подарком для участников будет интервью в одной из редакций издательского дома «Ульяновская правда». Рассказать о своих организациях, проектах и достижениях смогут самые творческие и находчивые ребята. Битва молодых будет проходить каждый сезон. В конце весенних, летних и осенних состязаний будут появляться новые звезды молодежных сообществ. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.